Недавно мне в голову пришла одна очень интересная мысль. Я задался вопросом, на который как-то не смог даже ответить. Почему некоторые инструменты пришли в этот мир как бы в своем конечном обличье, без прототипа? Ну, я сейчас говорю, например, о скрипке или о балалайке. А многие инструменты развивались на протяжении столетий. Например, фортепиано развивалось достаточно большое количество лет. Сегодня, если мы говорим о баяне, о баккордеоне, наши инструменты тоже постоянно развиваются. Из гармоники появился сначала баян с готовыми аккордами в левой клавиатуре. Затем эта гениальная находка стала тормозом в развитии нашего репертуара. А ведь Дмитрий Шостакович, знаменитый композитор 20-го столетия, говорил, «Музыкальный инструмент имеет право на существование только лишь тогда, когда у него есть свой оригинальный репертуар». И вот баянисты стали общаться с мастерами, просить, чтобы изготовили в левой клавиатуре выборную, чтобы мы могли левой рукой играть так же, как, ну, или почти так же, как и в правой клавиатуре. И мастера изготовили нам на сегодняшний день готово-выборный, многотембровый баян. И еще одна мысль. Почему некоторые фабрики постоянно развиваются, а некоторые стоят на месте или даже, может быть, исчезают? Мне кажется, здесь очень многое зависит от содружества мастеров и исполнителей. Я вспоминаю, как на рубеже 60-х, 70-х годов появился баян Юпитер конструкции замечательного, талантливейшего конструктора Юрия Волковича в Москве. Почему это произошло? Это произошло потому, что Волкович прислушивался к музыкантам, прислушивался к нам. Мы приходили, что-то такое просили, советовались. Он спрашивал у нас о каких-то эргономических показателях. И, в общем, это было очень интересное общение. И благодаря этому мы, кстати, приходили не только ремонтировать или настраивать баян, а просто пообщаться. И вот благодаря этому появился новый совершенно тип – Юпитер. Этот Юпитер сейчас лежит в основе практически всех инструментов в мире. То же самое я мог бы сказать об итальянской фабрике печеньи. Почему сейчас большим спросом пользуются инструменты фабрики печеньи? Потому что печеньи на протяжении многих десятилетий идет в тесном контакте с музыкантами. Я ведь помню, как еще знаменитый в свое время исполнитель, педагог Могенс Элигард почти каждый год просил фабрику печеньи сделать ему новый инструмент. Потому что Могенс все время что-то просил усовершенствовать, что-то сделать новое. И вот однажды, прислушиваясь и к Элигарду, и ко мне, мы предложили сделать инструмент с русскими голосами, потому что наши голоса ценились и ценятся очень в мире. А итальянская механика замечательная, она тоже очень ценится. И печеньи изготовил инструмент митос. Это, в принципе, была вершина конструкторской мысли того времени. И я горжусь тем, что первые два инструмента фабрика подарила Элигарду и мне. Но фабрика не стоит на месте. И вот благодаря содружеству исполнителей и мастеров появляются все новые конструкции. После митоса появилась нова, появилась кима. И, в общем, мне кажется, что вот этот альянс именно создает будущее нашего инструмента. Продолжение следует... Продолжение следует...